С 2012 года в структуре женской консультации Республиканского перинатального центра функционирует Центр помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Необходимую помощь здесь оказывают врач-акушергинеколог, клинический психолог и юрист. Специалисты центра предлагают самую разную поддержку женщинам, семьям, несовершеннолетним и многим другим категориям граждан, включая психологическую поддержку, правовое консультирование. Учитывая, что сейчас по нашей стране есть демографическая политика, мы, конечно же, оказываем психологическое консультирование, доабортное консультирование женщин, которые направлены к нам на искусственное прерывание беременности, то есть доабортное консультирование. В состав, в комплекс мероприятий по этому доабортному консультированию входит беседа нашего психолога. Женщина проходит мотивационное анкетирование, которое помогает выявить мотивы каждой женщины, которая идет на прерывание беременности. Это делается с целью понять, чтобы женщина, каждая женщина определилась, действительно ли она делает правильный выбор. Наш центр вырабатывает определенные речевые модули, общение, помощь, поддержку, все, что мы можем оказать. Также в этом анкетировании каждая женщина, исходя из ее ситуации, из ее жизненной ситуации, каждая женщина получает информацию, на какие меры социальной поддержки она может рассчитывать. Обязательно в комплекс мероприятий входит полное клиническое клинико-лабораторное обследование пациентки, и также она проходит ультразвуковое исследование, где наши специалисты, доктора, они включают на громкую, дают ей прослушать сердцебиение ребеночка, конечно же, чтобы она, может быть, и задумалась лишний раз. В 2023 году в центр обратились 688 женщин. Из них 233 – беременные женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 306 женщин нуждались в доабортном консультировании, 149 позвонили по телефону доверия. После родов за консультацией обратились 112 женщин. Если анализировать прошедший год, это 2023 год, то к нам обратились за процедурой искусственного прерывания беременности 510 женщин. Из них женщины, которые передумали, то есть решили пролонгировать беременность, сохранить эту беременность, 33,3%. То есть 170 женщин, из них сохранили свою беременность. Если это первая беременность, сталкиваемся с ситуациями, когда, конечно же, девушки, они очень боятся, как к этому отнесется общество, если эта девушка не замужем, пациентка. Также, если же к нам обратилась женщина уже в возрасте 35-40 лет, а может быть и старше, в первую очередь встает вопрос о том, родится ли ребенок здоровый. Есть ситуации, когда пациентки переживают за свое здоровье, потому что беременность может наступить на фоне каких-то хронических заболеваний, которые у пациентки есть, и, конечно же, она боится ухудшения состояния. В основном такие проблемы. Конечно же, пациентки сталкиваются и с общественным давлением. То есть, многие считают, что в возрасте, зачем еще один ребенок или так далее. Конечно же, бывают ситуации разные. В нашу задачу входит оказать психологическую поддержку. Наша республика, конечно же, мы отмечаем то, что у нас очень ценные семейные традиции, у нас многонациональная республика, у нас родственные связи хорошо поддерживаются. Конечно же, слова поддержки, понимание, сочувствие у нас наши пациентки могут услышать и в семье. Но намного важнее получить уже квалифицированную психологическую помощь, которую мы оказываем. У нас организованы телефоны доверия, куда также можно обратиться на сайт перинатального центра. Мы получаем, конечно же, звонки и обращения. Хотим отметить, вернее, выразить слова благодарности медицинскому сообществу, которые нам помогают в нашей работе. Также некоммерческие организации, то есть это благотворительные фонды, которые тоже участвуют в нашей работе. Мы выражаем отдельную благодарность. На искусственное прерывание беременности, аборт, женщина решается в самом крайнем случае. Этому способствуют психологические, материальные, социальные трудности, связанные с отсутствием жилья, постоянной работы и заработка, проблемами здоровья, а также если беременность нежеланная. Женщина, идущая на аборт, она уже находится в трудожизненной ситуации, коль она решилась именно на такой поступок, приняла такое решение. Любая девушка, которая идет на аборт, она испытывает страдания. И наша цель – трансформировать потенциал страдания в ресурс развития. И вообще аборт, она как колоссальная психологическая травма, наносится вот женщине. И наша задача заключается не в том, чтобы отговорить женщину, пришедшую на аборт, от этой процедуры. Не предложить ей вырезать этот факт, как не нужно, а дать ей понять, что происходит с ней здесь, и что потолкнуло именно, какие истинные мотивы и причины потолкнули ее именно на этот поступок. Но в данной ситуации, когда она приходит к нам, она ей тяжело, то есть этот мотив еще и не ясен совсем. То есть у кого какие причины, да, толкающие, поссориваясь с супругом, вне брака и так далее, причин очень много. И в тот момент, даже иногда на консультации, женщина, девушка признается сама о себе именно в истинной причине, в истинном мотиве, то, что ее привело к этому решению, сделать аборт. И в тот момент приходит осознавание, осознавание то, что происходит с ней. Ну вот иногда, конечно, неприятно, но женщина хочет в нашем кабинете решить, выйти этому ребенку или не быть. Так должно прийти осознание, мы в этом тоже помогаем девочкам, женщинам, девушкам, чтобы она осознала, что она уже мать, то есть она беременна уже. И она решает уже, вот выбор за ней, каким образом родится ребенок, то есть живым во время родов или мертвым во время абортов. Да, это очень как-то где-то больно, наверное, осознавать, но вот такие моменты происходят у нас на консультациях. Благодаря нашей работе, совместной работе с докторами, специалистами, гинекологами, все-таки хочется вот радужный момент, вот какую-то позитивную информацию дать, что две, может даже три группы детского садика сейчас бегают, и из незапланированных они превратились в любимых, любящих, желанных деток. Зачатие не всегда становится радостным событием в жизни женщины. Беременность может наступить совсем не вовремя, поэтому девушки, столкнувшиеся с ней, решаются на ее прерывание. Главная опасность заключается в том, что первая беременность может стать последней, и забеременеть после первого аборта уже не удастся. Конечно, очень много в будущем пациентки такие сталкиваются с проблемами, когда они уже осознанно идут на беременность, когда они уже планируют, и данная беременность желанна. К сожалению, учитывая в будущем, в прошлом, в анамнезе факт того, что было произведено искусственное прерывание беременности, первой беременности, женщины сталкиваются с проблемами. То есть они сталкиваются с диагнозами, зачастую это бесплодие, с которым они долгие годы уже борются, лечатся. То есть они наносят непоправимый урон своему здоровью. Центр медико-социальной поддержки консультирует женщин и их родственников по вопросам социальной правовой поддержки семей и детей, помощи в разрешении семейных конфликтов и других сложных жизненных ситуациях. Здесь могут получить социально-психологическую помощь, направленную на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья несовершеннолетние, что является подготовкой к семейной жизни и ориентации на здоровую семью. Акцентируем на консультации пациенток с репродуктивными проблемами, которые не могут забеременеть, то есть это бесплодие. У нас очень много супружеских пар, которым выставлен этот диагноз и они, конечно же, пытаются запланировать, забеременеть, получить эту долгожданную беременность. Такие пациентки тоже нуждаются в психологической помощи, не только в психологической помощи. У нас есть центр планирования семьи, который помогает. Государство выделяет квоты на ЭКО, на КРИУ-переносы, то есть это экстракорпоральное оплодотворение. Многие пары не могут зачать естественным путем и государство оказывает такие меры поддержки. Мы можем направить пациенток в любые федеральные центры, в любые клиники, которые работают по ОМС за счет государства, то есть бесплатно. Не остается без нашего внимания и женщины, находящиеся в стационаре. То есть, если это послеродовое отделение, то экстренная операция кейса его сечения. Женщина испытывает иногда чувства, видны перед самой собой, перед ребенком, перед супругом. То есть, есть такие моменты. Преждевременные роды тоже свои нюансы. И поэтому мы всегда консультируем таких женщин, поддерживаем, помогаем. Министерством здравоохранения России совместно с Агентством стратегических инициатив разработана программа поддержки беременных женщин. И любая женщина репродуктивного возраста может получить индивидуальные рекомендации, консультацию специалистов о мерах государственной и общественной поддержки. Редактор субтитров А.Семкин